Добрый день, дорогие друзья! У нас день номер два, второй выходной. Мы насмотрели сериал какой мы смотрим? Содержантки. Посмотрели уже два сезона, начали третий смотреть и решили сделать перерывчик и съездить погулять. В общем, мы сейчас едем, едем, идем на новую набережную. Мы вам в прошлый раз показывали одну часть набережной, сейчас открыли вторую, и мы идем туда. Сейчас буду вам показывать, там столько всего интересного. Ребят, мы немножко недооценили погодные условия со Стасом. Пошел снег, представляете, снег на улице. И резко похолодало, очень-очень холодно стало. Хотя вчера было прям, сколько градусов? 12, да? Вчера было. Очень жесть. Короче, мы решили что у нас будет потепление послезавтра, и мы сюда приедем послезавтра. Потому что руки просто отмораживаются, что, ну, и даже телефон держать очень холодно. Нет, нафиг. Сейчас закажем что-нибудь вкусненькое. Поедем домой досматривать сериальчик. У нас очень продуктивные выходные. Но правда, очень холодно. Сейчас мы еще зайдем в Европа-Азию. Нам нужно купить перчатки. У нас со Стасом осенило, что у нас перчаток нет. Сейчас купим перчатки и точно домой поедем. Прям брррр. Очень холодно. Погодка видите какая? Я не знаю, на камеру вам не видно, но снежок уже идет. Прям и ветрища. Капец. Зашли на рынок, купили перчатки кожаные. Всел бы тысячу рублей. Я точно такие же воротники. 1300 долларов. За 2000 две пары взяли. Из-за линии кожи. И у нас воротники точно такие же. Один в один. Этей же фирмы. Мирилл ЗД с половиной тысячи. Представляете? Вот так что. На рынок никогда не ходили. Тут что-то зашли, потому что рядом были. И вот. Обзавелись такими перчатками. Забрались уже. Едем домой кушать. Смотрите, какая туча. И солнце. Сейчас за нее зайдет. Проверить способности своей девушки. А кто-то тихи-токи смотрит. Ой. Мы въезжаем в полумрак. Просто. Слушайте, тут небо, смотрите, чистое. А там такая туча огромная. Просто нереальная. Прям чернота. Ужас какой. Апокалипсис. Да, Станислав Николаевич? Да. Я так есть хочу. Я не могу. У меня уже урчит все в животе. Прям плохо стало. Очень кушать хочется. Че ты хихикаешь надо мной? Смотрите, видите, какая красота у нас тут. Погодная. Мне кажется, там снег просто идет вдали. Вот так вот и живем, ребята. В Келябинске. Прям темень. Прям темень на улице. Просто контраст. Развернулись на светофоре. Едем в обратную сторону. В сторону дома. Вы посмотрите, как солнышко светит. Погода хорошая. А за спиной просто жесть какая-то у нас. Прикиньте, погода. Вообще. А там темнота надвигается. Вот так вот и живем. Он показывал. Он мне сейчас заест. Ночь утихала. Улыбка типа оскол. Ай-яй. Ай-яй-яй. Кто так? Станислав Николаевич. Хватит издеваться над женой. Я проехал все места. Ну что ж ты так? Вон там место было. Ребят, мы пошли с Стасом гулять. Никто ничего не замечает. Напишите, кто первый заметит. Тому будет персональный привет. Никто ничего не замечает. Что у нас тут происходит? Что у нас тут происходит? Скорей. Пишите в комментариях. Стас пошел по делам. Сейчас мы с ним съедим в одно место, потом в другое. Потом заедем. Ему нужно поменять права. У него срок годности у них заканчивается уже. И потом поедем, по-моему, мою малышечку. Сегодня на моей крошке картошки катаемся. Вот. Так что вот так вот. Оставайтесь с нами. Кстати, это блеск, который кто у меня спрашивал, как филер от Никс смотрится на губах. Вот это он. У нас тут заяц был. Блин, не успела. Не успела заснять. Нет. В общем, пчела прилетела. Я говорю, Стас, это с Апицентрю тебя вызывает на работу. Посыльный был. Слушайте, погода сегодня. У нас вообще очень странная погода в Челябинске. То холодильный дубак, прям, что замерзаешь насквозь весь. То солнце светит, это жиришка. Но, слава богу, дождей пока нету. И очень хорошо. И это замечательно. И это нам очень нравится. Достанец, Александр Николаевич. Едет серьезный водила. Стасян водила сегодня. Едем по центру. Ну, как в такой грязной машине что-то снимать? Нифига не видно. Слушайте, сейчас, солнце прям слепит. Вообще. В очке. Капец, у нас в центре вообще негде припарковаться. А еще хотят сделать весь центр, чтобы была платная парковка. Представляете, я вообще в шоке. У нас вообще какой-то дорожный коллапс. В этом году, в Челябинске, у нас решили наши власти обордюрить весь город. Видимо, кто-то заводик прикупил по бордюрам. И теперь везде их меняют. Все трамвайные пути решили на улице Горького, особенно, обложить бордюрами. Чтобы машины на них не заезжали и не могли разворачиваться. И плюс еще весь центр решили сделать платный для парковки. Представляете, и так парковаться негде. И сделают еще платную парковку. То есть, все вот эти вот места, где можно сейчас парковаться, будут только платные. Короче, дурдом какой-то у нас там. Некоторые люди сидят где-то там повыше. В Челябинске, имею в виду. И творят какую-то дичь. Весь Комсомольский проспект изгадили. Там огромнейший был проспект с большой широкой дорогой. Сделали посреди проспекта гигантские островки для пешеходов. Якобы они не успевают перейти на зеленый сигнал светофора. Нет, чтобы просто минутки добавить им, там секундочки. Для перехода сделали огромные островки. Выделили полосу для общественного транспорта и велодорожку. При этом сократив всего, оставив две полосы для автомобилистов. Вот. То есть, там вечная пробка теперь. Короче, на Комсомольске лучше вообще не соваться. Воспект. Какой-то дурдом, короче, творится в городе. Просто жесть. А еще я обалдею просто от этого филлера от NYX. Девчонки, вот прям берите. Это вот у меня за блесточками, которые с такими, с мелкими. Прям клевые. И прозрачные тоже клевые. Берите себе на заметку, потому что он реально увеличивает губы. У него эффект филлера. Эффект накачанных губ. Поэтому смотрится так, губки пухленькими. Прикольные. Так что советую, советую. Присмотритесь к этому филлеру. Местечко освободилось. Тачку переставила, пока Стаса жду на парковочку. А то стояла на этой, на аварийке, на дороге. Жду, 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 когда придет, чтобы ехать дальше. Переехала, жду очередь, чтобы переобуть свою красотку. В общем, забрали резину мою. Не стала сейчас переобывать. Пострела прогноз погода. На следующей неделе еще 13 градусов. Жары в неделю будет. А что в конце следующей недели только переобуем тачку. Поэтому пока заносим домом. Уходит в закат. У нас возле дома, прямо рядом, есть река. Вот она. Река Миас течет. Это я. Вышли погулять по новым тропинкам. Здесь мы еще не ходили. Решили изведать, что же здесь есть. Пока, кроме кучи мусора и бутылок, ничего не увидели. Так хорошо, красиво. Там уже через речку получается, на том берегу. Бор городской. С парком, с большим. Так что, живем практически в лесу. С парком, с большим. Жесть какая. По вонючим каким-то этим ходим. Блин, тут жесть.